Художники-изгои. Ну, стереотип старый как мир. Все знают, что еще Ван Гог не мог свои картины на выпивку обменять, а сейчас от мемов про то, что художнику мама говорит «найди нормальную работу, только давай успевай отбиваться». Однако, за этим стереотипом ведь стоит огромное количество сломанных судеб, и эта уже заезженная до дыр тема творческого изгоя, она имела вполне себе реальные прототипы, реальных, гениальных людей, которых не принимали в своей эпохе, им было неуютно в своем времени, в своем городе, да даже в своем теле. Сегодня мы поговорим как раз о таких. В сегодняшнем ролике совместно с Мультимедиа-арт-музеем у нас пять потрясающих художников, некоторые из них фотохудожники, каждый из которых был против либо своего времени, либо своих обстоятельств, либо еще против. Непринятые, непонятые и, соответственно, близкие нам с вами. Здрасте, вы на канале Сейна. И, как и обещал, мы теперь дарим вам стикеры. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить вот этот шикарный стикер-пак, это стандартный лайк, подписка, колокольчик и написать в комменты продолжение фразы «Художник не художник, если он не…» И вот самый залайкный вариант мы выберем в конце недели, и он получит, собственно, этот замечательный стикер-пак. Пришлем в любую вашу область, на любой конец планеты, но лучше, если в Россию. Все представленные сегодня работы взяты нами из выставки коллекции Антуана де Гальбера. Важно понимать, что вообще, в принципе, коллекция «Коллекционер» это пропускает, но мы пришли не на художника, а именно на коллекционера. Почему? Потому что авторская подборка, я думаю, каждый это знает из сохраненных ВКонтакте или составления своего плейлиста песен, это очень важное отражение вас. Ничто вас так не характеризует, как выбор. И здесь мы пришли на выставку именно коллекционера, чтобы посмотреть на его выбор. Здесь сочетаются вещи, которые, казалось бы, рядом и не должны были оказаться. Чего стоят какие-нибудь кадры Энни Лейбовиц и просто документальные фотографии, которые даже не несли в себе художественной ценности изначально. А может ли быть художественная ценность в документальных фотографиях? Ответ «может». Никоэль Суботский родился в ЮАР в Кейптауне. И сейчас в своих работах, которые признаются по всему миру произведениями искусства, он использует документалистику как художественный элемент. То есть как эта фотография, так и любые другие фотографии Суботски, это более чем реальные ситуации. Абсолютно непостановочная обычная жизнь, фиксация реальности. И ведь совсем непросто показывать обыденную для тебя обстановку не просто с экзотической точки зрения, а снимать привычное именно так выразительно, чтобы это могло зацепить людей, которые с этим не знакомы на другом конце планеты. И точность, и пронзительность этой документалистике и тогда просто поражает. Микаэль Суботский – фотограф мирового масштаба и один из главных документалистов современной Африки. Печальные, трагичные и абсурдные сюжеты местного быта оказывались в объективах многих мастеров, однако они снимают Африку как гости, а Суботский – как местный. Настоятельно рекомендую ознакомиться с его работами, а конкретно с тремя сериями – «Тюрьмы», «Боффорд Уэст» и «Понте-Сити». В каждой из них есть абсолютные шедевры, и все три содержат в себе удивительные истории. Африканские тюрьмы производят впечатление студийной съемки. Трудно поверить, что эти сюрреалистичные картины – часть чьей-то повседневности, однако это подлинная документалистика. Оказавшись на месте Суботский, любой американец или европеец отвлекался бы на мелкие экзотические для нашей культуры детали, а Суботский видит картину целиком и знает, как получить по-настоящему художественный кадр. Городок «Боффорд Уэст» не менее интересен. Он расположен посредине шоссе, соединяющего Северную и Южную Африку. Горожане со всех сторон окружены пустыней на сотни километров, и их ежедневные занятия, развлечения и ритуалы – золото для любого документалиста. А «Понте-Сити» – возможно, самое известное место в ЮАР. Самое высокое здание во всей Африке было построено для обеспеченных белых, которые тогда проживали в этом районе. Однако в ходе народных волнений их вытеснили как из района, так и из здания, и небоскреб оказался заброшен. Его заселили местные жители. Чтобы прогнать их оттуда, в здании отключили свет и воду, но это не остановило новых жильцов. Небоскреб превратился в огромную помойку, и внутри напоминает башню и судьи Дреда. Об этом здании рассказывают в каждом тревел-шоу, но это и близко не сравнится с работой Микаэля Субботски. Совместно с другим документалистом он создал фотопроект о нелегкой жизни в Понте-Сити, который взял множество премий и показал людям по ту сторону океана, как на самом деле живет Африка. И пример Субботски является 150 миллиардов первым доказательством того, что важен не какой-то эфемерный талант, а непосредственно профессионализм и образованность. Именно благодаря этим качествам Субботски может делать из канонической и строгой документальной фотографии искусство. И вы можете ровно так же. Главное освоить какую-то профессию, притом я совершенно не говорю про фотографию. Что вам, например, мешает освоить 3D-моделирование, создание компьютерной графики? Это же настолько круто и имеет настолько огромный потенциал, что даже представить трудно. Естественно, учиться этому лучше за границей, и самому разобраться в этом трудно. Поэтому я рекомендую вам канал Travelworks. У них можно найти экспертный контент об образовании и карьере за рубежом. Их команда приезжает в самые топовые и бюджетные вузы по всему миру и делает подробнейший обзор всех фишек этих самых вузов. Также у них просто офигеть, какие условия для студентов. На канале Travelworks можно найти множество историй переезда наших с вами соотечественников. Ну и СНГ-шным студентам, работающим все лето в Америке, тоже есть что рассказать. В общем, уникальный и очень полезный контент об образовании и работе за границей, что, думаю, для всех нас актуально. Ссылочка в описании. Думаю, все, кто подписан на мой канал, знают про мою любовь к коллажам, которую вот мои подписчики унаследовали. И мы получаем огромное количество работы и уже создали для них даже отдельный инстаграм. Собственно, мотивировал я все это именно тем, чтобы вложить мысль в подписчиков, что, мол, можно создать искусство из чего угодно, но только у нас искусство за кавычками, а вот Мари Катаяма — это искусство абсолютно настоящее. Однако для каждой из работ она использует себя и обыгрывает свой недуг. То есть, по сути, именно с точки зрения самого производства, это не сильно чем-то отличается, даже не то, что от аккаунта Ирины Шейдлиной, а от любого вообще инстаграм-аккаунта, который просто заполнен фотографиями одного и того же человека. Однако при правильном подходе это может превратиться в абсолютно галерейные картины. Когда Мари Катаяме было всего 9 лет, ей ампутировали обе ноги. Причиной тому стала редкая болезнь, поражающая кости. Из-за нее же на левой руке Катаямы всего два пальца. И вы наверняка слышали множество историй про героическое преодоление собственного недуга. И я не буду вам задвигать сейчас мораль в стиле Ника Вуйчича. История Катаямы не столько про преодоление, сколько про живой творческий ум. Создавая первые работы, Мари совершенно не думала о высоком искусстве, а просто выносила свои переживания и рефлексию на условный холст. Еще в школе она сняла первый автопортрет в своей детской комнате и расписала свои протезы. После она превратит свой недуг в персональный стиль. Чтобы создать куклу себя, Катаяме достаточно сделать ноги разной длины и кисти с пятью и двумя пальцами. Другие детали внешности она часто упускает. То, что зачастую называют уродством, она представляет своей индивидуальностью. Работы Мари Катаямы яркие и жутковатые, как и многое японское искусство. И хотя она и начинала делать работы исключительно для себя, вскоре стало понятно, что это гораздо больше, чем просто фоточки в инстаграме. Катаямы заинтересовались сначала пользователи сети, а потом и кураторы. Сейчас работы Мари Катаямы выставляются по всему миру, но она все еще ведет свой инстаграм. Ссылки на него и страницы других художников из ролика в описании. Мой личный любимчик среди всех сегодняшних персонажей – это Мирослав Тихий. Он чешский фотограф, и он протестовал самым удивительным образом, который только можно представить. Его соперником была коммунистическая доктрина и марксистская идея о том, что время всегда движется вперед. И в принципе, все работает на прогресс. И что решил делать Мирослав Тихий? Работать на деградацию, прямо как мы с вами. Но он, вместо того, чтобы использовать самые современные камеры того времени, собирал их из подручных средств. Выглядели они вот так. И все фотографии, что вы видите, они сделаны на камеры, которые он собрал, собственно, своими руками, из вообще непонятно чего. При этом он очень не нравился даже представителям полиции. И когда он фотографировал женщин на пляже, его очень долго пытались поймать, чтобы обвинить в домогательствах. Однако этого сделать не удалось, потому что он в действительности просто снимал. И поэтому его решили привлечь за нарушение гигиены. В судебном протоколе, так и записано, со всей явностью были обнаружены две вши и кухонный таракан. Когда ему попросили прокомментировать каким-то образом эти слова, он сказал «Призовите их как свидетелей». Мирослав Тихий родился в чешской деревне неподалеку от городка Киев. В этом городе он и проведет почти всю свою жизнь. С детства он был странноватым и нелюдимым. После школы поступил в Академию искусств в Праге, где он изучал основы живописи и, надо сказать, добивался успехов. Как и другие художники того времени, проникся идеями постмодерна и пробовал себя в кубизме и импрессионизме. Работы Тихого того времени напоминают Пикассо, Сезанна и Матисса. Однако в 1948 году он покидает Академию. Причиной послужил приход к власти коммунистов. При коммунизме нам было запрещено рисовать обнаженных женщин. Мол, это уводят в сторону от построения социализма и от трудовых масс. Как только это запретили, я перестал ходить в Академию. Из школ и вузов массово увольняли преподавателей, которые были не согласны с новыми порядками. Академия Тихого не стала исключением. Помимо мастеров, у художников отняли и моделей. Вместо обнаженной натуры писали рабочих с молотками. И серпами. Ну вы знаете. Тихий, который и до этого не был экстравертом, после этих событий окончательно отрекся от окружающего мира. Он перестал бриться, сменять одежду и натурально превратился в городского сумасшедшего. Стоит заметить, что это превращение не произошло за один день. Сначала Тихого призвали в армию. Вернувшись из армии, он загремел в тюрьму. Оттуда его перевели в психлечебницу по просьбе матери. Но так как на тот момент он уже представлял из себя полную противоположность идеального советского человека, его туда быстро вернули. В лечебнице он провел 8 долгих лет. Неизвестно, что повлияло на Тихого больше. Советский режим или советская психиатрия. Но после освобождения он до конца своих дней был аскетом и наотрез отказывался от благ цивилизации, чтобы не ощущать давление ни от государства, ни от эпохи. О признании своего искусства он и не мечтал. Однако мастер не может жить без ремесла. И Тихий придумал себе собственный творческий процесс. Он собрал камеру и студию, можно сказать, из мусора. Он сам мастерил увеличители из кусков разной аппаратуры, металлических деталей, использовал линзы от телескопов, а химикаты для проявки покупал в местной аптеке. Самодельные линзы полировал сигаретным пеплом и зубной пастой. На свою хендмейт-камеру он снимал в основном женщин, невольно задумываясь, что пытался наверстать то, что ему когда-то запретили. Сами снимки также были противоположностью тогдашней нормы. Нечеткие, смазанные, недоэкспонированные. Но Тихий и не собирался их никому показывать. Он снимал, проявлял и снова снимал. У меня была норма. Достаточное количество кадров в день. Норма на каждый день. На все 15 лет. И когда я выполнил свой план, я остановился. В 85-м он действительно перестал заниматься фотографией и вернулся к живописи. Спустя два десятка лет о его персоне прознали кураторы и искусствоведы. Сам факт существования подобного человека поражал современников. И выставки Мирослава Тихова прошли во многих городах Европы. Однако сам фотограф считал, что Европа вырождается и обречена на гибель. И поэтому даже не посещал собственные выставки. Еще при жизни он был признан и заняло важное место в истории фотоискусства. Но самого Тихого это не интересовало. До сих пор неизвестно, сколько картин и фотографий он собственноручно уничтожил. Мирослав Тихий скончался в своем родном городке в 2011 году. Ему было 84 года. Думаю, не нужно долго объяснять, почему Тулуз Латрек был изгоем в свое время. И сейчас подобным людям приходится очень непросто. А тогда не было и речи о каком-то уравнивании возможностей их со всеми остальными людьми. Однако Тулуз Латрек был другом Ван Гога, но как будто его противоположностью. Если Ван Гог уехал жить в далекий-далекий загород, чтобы как раз таки успокоиться и отвлечься от парижской суеты, то Тулуз Латрек наоборот. На этой улице в Париже собирались самые богатые люди как самого города, так и приезжающие в него. Это была главная улица для выходных развлечений всего высшего света тогдашней Европы. Это то же самое, что сейчас бы какой-то фотограф приходил на рейвы и делал искусство из фотографий с этих самых рейвов. Это были как бы самые прогрессивные тусовки того времени, и Тулуз Латрек их документировал в своих работах. Художник родился в богатой и известной семье. Латрек получил графский титул по праву рождения. Всю свою жизнь он мог ни в чем себе не отказывать благодаря обеспеченным родителям. Его жизнь обещала быть счастливой и беззаботной, однако было одно крохотное обстоятельство. Его родители были кровными родственниками, кузенами. Предположительно из-за этого брат Анри прожил всего несколько месяцев, а самому художнику досталось тяжелое врожденное заболевание, из-за которого его кости были очень крупкими и плохо срастались. В подростковом возрасте он перестал расти и остановился на отметке в 150 сантиметров. Это закрыло ему дорогу в спорт, охоту и любые профессии, связанные с активным образом жизни. Отец, возлагавший большие надежды на единственного сына, после выяснения этих обстоятельств дистанцировался от Анри и фактически перестал с ним общаться. Отвергнутый и безнадежный Латрек развивает свой талант живописца, однако учится недолго. Освоив азы, он бросает обучение и отправляется искать применение себе и своему таланту. Он селится у друга на Монмартре, бедном районе Парижа, который заслуженно считается центром ночной жизни всего города. Бордели, кабаре, ночные бары и их обитатели. Тулуз Латрек моментально влюбился в это. Он писал проституток, танцовщиц, знатных дам, их кавалеров, уборщиц, в общем всех, кто привлекал его внимание в ночном городе. Вскоре его знал весь Монмартр. Однако его коллеги и любители искусства тех лет часто не разделяли его выбор тем и откровенность некоторых работ. Подобный образ жизни считался неприличным, а его изображение тем более. Но художника это мало волновало. О деньгах он не беспокоился и бывало неделями не возвращался домой, ночуя в борделях. И важно заметить, что несмотря на алкоголизм и праздный образ жизни, он действительно все это время рисовал. Латрек создал тысячи работ и провел десятки выставок. В числе этих работ были не только картины, но и афиши. Трудно представить человека, подходящего на роль создателя афиш, лучше, чем Тулуз Латрек. Он обожал парижскую ночную жизнь и не боялся экспериментов, не говоря уже о том, что был потрясающим художником. Афиши Латрека были на несколько голов выше, чем любые другие в городе, и его стиль начали узнавать с первого взгляда. На полотнах Латрека запечатлены главные люди и места его эпохи, а сам художник остался в истории как живописи, так и дизайна. Анри Тулуз Латрек прожил всего 37 лет и умер в загородном доме на руках у матери. Сейчас в его родном городе основан музей в честь художника. Коллекция музея насчитывает более 200 картин, 400 рисунков и большую часть литографий, книги с иллюстрациями, а также полное собрание его знаменитых плакатов. А если ваши родители не завещали вам огромного состояния как-то лузла треку, то может все-таки пора уже ехать за границу и зарабатывать деньги самостоятельно? Да, просто с нуля это сделать сложно. Для начала можно попробовать провести просто лето в Америке. Специально для подписчиков моего канала Travelworks предоставляет скидку в 100 долларов на все американские программы. Лето в Америке это отличная возможность выучить английский язык, который каждому необходим, а также заработать пару тысяч долларов. Да, для нас это звучит как суперогромные деньги, но для них это просто зарплата. Воспользоваться вышеупомянутой скидкой вы можете перейдя по второй ссылке в описании под этим видео. А получить ответы на все интересующие вас вопросы по этой теме вы опять же можете на их канале. Так что еще раз, путешествуйте, учитесь и зарабатывайте. Следующий на очереди Альберто Гарсия Алекс. И если вы думаете, что фотографы это скучный народ, то отнюдь нет. Он снимал и в борделях, и в наркопритонах, документировал самые темные детали жизни своего поколения. Состоял в контракультурной организации Лямовида Мадриленья, которая переводится буквально как «Мадридская движуха». И собственно также документировал жизнь этой самой «Мадридской движухи». Его дословная цитата. Когда друзья говорили, что на мои снимки порно-актрис не удается мастурбировать, я знал. Кадр удался. Альберто Гарсия Алекс родился в испанском городе Леон, в семье уважаемого врача. Родители хотели, чтобы тот стал юристом, однако у Альберто были другие планы. Не то чтобы какие-то конкретные, но юристом он быть точно не хотел. Не сумев договориться с родителями, 20-летний Гарсия Алекс покидает тот, чей дом, и отправляется в неизвестном направлении. В это время в Испании умер диктатор Франко. Это ознаменовало конец многолетнего тоталитарного режима, и Испанию захлестнул дух новообретенной свободы. Более всего восприимчива к подобному была, конечно же, молодежь, и это послужило причиной создания вышеупомянутого движения «Лямовида». Сам Альберто описывает его так. Нам по 20, и мы бурно реагируем на все происходящее. «Лямовида» — это взрыв эмоций, разорвавший в клочья старые представления о жизни Испании. У участников движения не было ни политической, ни художественной программы, но было просто огромное желание слушать музыку, заниматься сексом, пробовать наркотики, жить иначе, и главное — наслаждаться свободой. Если героями работ других именитых фотографов чаще всего становятся случайные прохожие, а сами они подходят к обстоятельствам съемки с исключительно профессиональным интересом, у Гарсии и Алекса все наоборот. На множестве его самых знаменитых фотографий изображены его друзья и знакомые. Уникальные кадры «Лямовиды» он получил так же, просто потому что сам с ними тусовался. На то, что его называют фотографом этого движения, он отвечает следующее. Я относился к этому движению, но при этом жил в своем маленьком мире зависимых от наркотиков, и еще к тому же фотографировал. Я не документировал историю, а рассказывал про зависимых и тех, кто играл в рок-н-ролл. Есть правильные люди, которые осознавали важность событий и поэтому снимали для истории, а я, неосознанный и неправильный, просто рассказывал про свои проблемы и заблуждения. Да, когда-то мне казалось, что наркотики — это свобода, потом мой младший брат умер от передозировки, ощущение близости смерти изменило меня. Про это трудно будет говорить на языке прямой фотографии. Я выработал собственный стиль рассказа, в котором много метафор и поэтических преувеличений. И этот стиль Гарсия Алекса воплощается в его работах и по сей день. Эти работы экспрессивные и нередко провокативные, и хотя ему уже давно не 20 лет, он все еще называет себя вечным хулиганом и дает своим выставкам в лучших мировых галереях названия вроде «Неистовый экспрессионизм». А еще его с самого детства привлекали мотоциклы. С годами он не утратил этой страсти и сейчас ведет Инстаграм, где публикует накопленные за долгие годы фотографии байков. Безумно красивый профиль, кстати, рекомендую заценить. Вот такие дела. Хочу сказать еще раз огромное спасибо мультимедиа, арт-музею, что пускают меня сюда и дают делать для вас эти видосы. Вы, в свою очередь, поддержите их активностью под ними. И помните, что можно выиграть стикеры просто за комменты, там лайки, подписочки. Вот, не забывайте про все остальные социальные сети. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки? И это тихая, музейная... Заниматься сексом, пробовать наркотики, жить и на... Блядь, кусок... А, не телефон, блядь. Такой фрагмент засрать. Монтажер, прости.